Всем привет, дорогие друзья, с вами Бервария. И сегодняшний пивной обзор будет, как по мне, довольно интересный и информативный, потому что тема весьма себе животрепещущая, и многие постоянно меня об этом спрашивают, и, в принципе, по всяким чатикам, пабликам с пропивой и так далее уже бурлят страсти относительно того, крафт или не крафт. Короче, сегодня обзор как бы крафта, но и как бы не крафта. Сегодня мы порассуждаем на эту тему и попробуем те сорта пива, которые можно купить на данный момент в рядовых каких-то самых обычных супермаркетах. В Ашане, в Ленте, в Перекрестке и так далее. Но перед тем, как мы приступим, а вот, собственно, вот пять сортов пива, пяти разных пивоварей у меня стоят на столе, я хочу рассказать некоторые новости. Одна из самых главных новостей это то, что мы планируем новую коллаборацию с еще одним видеоблогером, достаточно популярным, и я ее анонсировал, то есть вот этой вот картинкой. Конечно же, я не могу пока сказать, с каким видеоблогером, но, возможно, некоторые из вас догадались. Вот, а это первая новость. А вторая новость это то, что у меня появился телеграм-канал и чат в телеграме, то есть то, о чем уже многие подписчики уже давным-давно мне просто уши прожужжали. Дескать, Никита, уже пора бы тебе появиться в телеграме. Я, конечно, хоть и дедуля, и платформа для меня еще абсолютно не освоенная, но мы прям очень крепко взялись за эту тему. Канал мне будет помогать тоже вести люди, контента мы приготовили очень много, посты там публикуются регулярно. Да и вообще, на самом деле, я вот так вот подумал, многие ругаются на меня, типа, дескать, Никита, ты вот совсем вот типа забросил блогерство. Я не забросил блогерство, я просто начал заниматься не только ютубом. У меня есть довольно популярный инстаграм. В инстаграме достаточно много подписчиков, и регулярно 3-4 раза в неделю выходят посты с подборками, дегустациями и так далее. То есть понятно, что инстаграм чуть больше, наверное, заточен на наши магазины, крафтового пива, но при этом дегустации, которые там появляются, весьма все интересные и любопытные. Вот, у меня есть канал в ТикТоке, то есть там больше 30 тысяч подписчиков, там тоже довольно регулярно выходят ролики в формате пивных обзоров, даже какие рецепты, бомбежка моя на какие-то вещи. И вот сейчас еще появился Телеграм-канал, где тоже, я надеюсь, что будет достаточно активно, там уже больше тысяч подписчиков. Вот, я буду рад, если вы нажмете кнопочку внизу, ссылку и присоедините, собственно, к каналу и к чату, который тоже там потихоньку набирает обороты. Поэтому нет, я продолжаю активно свою блогерскую, алкоблогерскую деятельность. Ну, единственное, конечно, я немножечко размазался на разные другие платформы. Вот, ну и ладно, YouTube мы не забываем, продолжаем заниматься, чем занимались. И, значит, сегодня у меня 5 пивоварен на обзоре. Пивоварни уже, ну, как бы вот сказать, то есть пивоварни, которые делают крафтовый пиво, и изначально были крафтовыми пивоварнями. И, опять же, вот именно на эту тему идет основное бомбление. Дескать, а можно ли считать крафтовую пивоварню дальше крафтовой, если она встала в торговые сети? И понятно, что торговые сети – это не хрен собачья, магазинов очень много. А если пивоварни еще присутствуют в нескольких сетях, так это значит, что они вообще уже варят сотнями миллионов тонн. И, а какая же, собственно, это крафтовая пивоварня, если она варит сотни миллионов тонн? Это, во-первых. Во-вторых, среди бергиков сквозит некая обидка. Дескать, это что-то было такое супер наше, суперламповое, а теперь оно стало вообще продаваться на каждом углу. И, кстати, я считаю, что это абсолютно неплохо. Уже как-то я давным-давно приводил метафору относительно рок-группы, что когда, например, рок-группа какая-то абсолютно никому не нужная, какая-нибудь, не знаю, там суперкамерная дает концерты там в гаражах, в каких-нибудь там, не знаю, отвратительных, вонючих микроклубах для какой-то очень скромной аудитории. Фан-база этой группы там состоит, я не знаю, там из пары десятков человек. И, в принципе, все более-менее всем довольны. А потом вдруг группа пишет какой-нибудь суперхит и становится очень популярной. И группа тут же перестает играть по всяким гадюшникам, поднимается, не знаю, там отправляет в мировое турне, собирает стадионы и так далее. То есть про нее уже начинают говорить все и вокруг. Вот эта вот первая фан-база, вот из вот этих вот, не знаю, 20-30 человек, начинает вместо того, чтобы порадоваться за свою любимую группу, которая, казалось бы, ну вот, все, достигла успеха, то есть мы все хотели, чтобы ребята заметили, вот их наконец-то заметили. Эта группа вместо того, чтобы радоваться, начинает бухтеть, дескать, а что это вообще, с чего бы? Вот они вот такие вот стали популярные, а они были такие ламповые и душевные, а теперь вся душевность ушла, а это все теперь не про душу, а про коммерцию, да и вообще вот, собственно, гори они синим пламенем. И в случае с крафтовым пивом многие бергики поступают именно таким образом, дескать, вот Бакунин был всегда наш, был вот такой вот всегда замечательный, а теперь он в Ашане продает, все, скурвились. Значит, я специально сегодня не взял в обзор волковскую пивоварню, то есть обзор называется «Крафт супермаркет», и, казалось бы, да, то есть если мы зайдем в какой-нибудь супермаркет в каком-нибудь городе, потому что, ну, понятно, что, наверное, Бакунин, наверное, в Ашане, где-нибудь там в Кемерово, наверное, не продается, хотя я не знаю, ребята, из каких-нибудь дальних регионов, удаленных от Москвы и Санкт-Петербурга, напишите, а можно ли вообще вот то пиво, которое вот я сегодня пью, можно ли у вас купить так же где-нибудь в супермаркете, то есть не в крафтовом магазине, а вот прийти, я не знаю, там в какой-нибудь перекресток или там, я не знаю, в какую-нибудь там еще в какой-нибудь сетевой магазин и увидеть там, не знаю, там Бакунина, Эвбрю, брюлок и так далее. Вот, очень интересно. Ну, я не взял волковскую пивоварню, потому что про волковскую пивоварню было сказано уже очень много, хотя на самом деле мне сегодня в голову пришла такая мысль интересная, я подумал, что волковская пивоварня – это, по сути, Apple, компания Apple в мире крафта, то есть компания волковская пивоварня действительно, по сути, произвела некую революцию в отрасли, а по сути ничего не создав, то есть примерно как… не создав в смысле самостоятельно, то есть они создали продукт, но ничего инновационного они не привнесли, и сами ничего не придумали и так далее. То есть, по сути, Стив Джобс, какой бы он ни был гениальный, он в первую очередь был гениальным маркетологом. И если чуть-чуть покопаться в истории Apple, то понятно, что все те вещи, которые вот изначально, которые компанию Apple отправили, собственно, на вершину популярности, они, по сути, были придуманы кем-то. И, по сути, основная заслуга Стива Джобса, она в основном заключалась в том, что и благодаря своей собственной чуйке, и именно способностям своим, как маркетолога, он именно смог вот из вот этой вот… вот этой вот гиковских вот этих вот всех технологий, каких-то необычных, которые были на тот момент особо никому не нужны и находились в каком-то зачаточном состоянии, он надергал вот эти вот те самые вещи, которые затем совершили какой-то прорыв и, собственно, остали продукции компании Apple и так далее. То есть… И, по сути, Волковская пивоварня – это тоже Apple. Алексей Аксель, он тоже, по сути, Стив Джобс. То есть Волковскую пивоварню ругают, детская, то, что они ничего сами не создали, никаких там новых сортов они не сварили, едут, как бы там скупают какие-то маленькие пивоваренки, сами там особо ничего не строят, не знаю, там активно эксплуатируют московскую пивоваренную компанию и так далее и тому подобное. Но при этом именно Волковская пивоварня, как по мне, совершила основную революцию в мире крафтового пива. Потому что, если я не знаю, если я вот сейчас спрашиваю про жителей Голубинки, а есть ли у вас Бакунин в обычном магазине? То есть про Волковскую пивоварню не нужно так спрашивать. То есть, не знаю, вы заезжаете в какую-нибудь деревню где-нибудь глухую там под Архангельском, идете там в какой-нибудь там, не знаю, Сельмак, и в Сельмаге может спокойно стоять Волковская Ипо. Это ли не победа? Это ли не чудо из чудес? И мне кажется, что как раз-таки в этом плане Волковская пивоварня... Понятно, что Волковская как раз это 100% уже масс-маркет. И Волковская это крафт, попавший, перешедший уже в формат масс-маркета. И кроме Волковской формат масс-маркета, именно, ну, как бы формат масс-маркета, наверное, но... Я не знаю, Горьковская все-таки пивоварня, при всем моем уважении Горьковской пивоварни, это все-таки уже продукт, который был создан для того, чтобы за Волковской угнаться. И ребята просто взяли уже сложившуюся бизнес-модель и пошли по ней. То есть они уже здесь революцию не совершают, они просто уже начинают пытаться вскочить вот в этот поезд, отжать какую-то там долю рынку у Волковской и так далее. А революцию по сути именно в распространении вот этих вот необычных сортов как бы совершила именно Волковская пивоварня, за что им собственно огромное спасибо. И мне кажется, что очень глупо обесценивать Волковскую, считать, что они там скатились, что они там какие-то там какие-то не классные, нет, они супер классные, супер удивительные. Вот, Волковская пивоварня, это Apple в мире пива, вот. А можете со мной поспорить, комментарии вон там внизу. Ладно, давайте приступим, что я, ой, 10 минут уже не приступаю к тому, чтобы начинать пить. И сегодня мы, короче, попробуем 5 пивоварен, которые выбились из Бергиковского подвала и попали в сети. Значит, давайте начнем с... А, давайте вот начнем вот с этого пива. Значит, это Милкшейк Иппа от пивоварни Брелок. Значит, пивоварня Брелок, никто не... Ну, не могу сказать, что это маленькая пивоварня. С Брелоком мы даже чуть-чуть поработали, сделав с ними пиво МЧС классическое. И, как бы, когда мы с компанией Брелок говорили на тему МЧС классического объема варок, ребят сказали, что, типа, вот сколько ты скажешь, столько мы его тебе и сварим. Скажешь 10, он сварит 10. Скажешь 20, сварим 20. То есть, то, что это пивоварня большая, ну, как бы, ну, сомневаться не стоит. Единственное, у меня с пивоварни Брелок, у меня, лично у меня, именно с пивом от пивоварни Брелок, сама пивоварня классная, ребята там классные, а вот с пивом от Брелока у меня как-то особо не сложилось. И, ну, как-то вот, не знаю, не могу даже вот я вспомнить, чтобы мне что-то прям вот, прям заходило с удовольствием именно от Брелока. А у них неплохо как раз-таки выходят классические сорта. То есть, опять же, почему, когда речь зашла о том, что нужно сделать какой-то такой обычный пилзнер, почему я вспомнил Брелок? Потому что я вспомнил, что как раз у Брелока вот это вот базовые сорта выходят очень неплохо. У Брелока мне зашел малиновый берлинер, он довольно приятный, довольно вкусный, хотя и чуть, не знаю, чуть бражный, как по мне, он при этом все равно очень вкусно употребимый. И у Брелока очень хорошо выходит темная крепкая, выходят всякие имперские стауты, всякие блоки, бунины. И вот это вот, то, что они делают, у них выходит прям хорошо. То есть, имперцы от Бунина, имперец от Бунина я пил абсолютно совсем недавно. И у меня почему-то в голове до сих пор то, что это пиво нужно было назвать злоебуниным. Потому что пиво было, несмотря на то, что оно пилось довольно приятно, пиво было сразу очень крепко. Я вот там через какое-то время уже такой сидел вот в позе человека, который пытается, не знаю, близоруки в толпе разглядеть какого-то своего давнего знакомого. Потому что, ну, действительно, очень крепко сразу оно дало по шарам. Вот. С ипашками и не ипашками у меня, от Брелока у меня совсем дела не складываются. Значит, здесь у нас, здесь у нас милкшейк Иппа. Здесь нарисовано у нас, что здесь, клубника маракуйя, 4 хмеля, льдорадо, амарилла, мозаик каскад, алкоголь 6,9, экстрактивность 19. Я куда-то потерял чек вместе с ценами. И, да, кстати, я тут поймал себя на мысли, что довольно много стал кряхтеть. И я понимаю, что, ну, как бы кряхтят чаще всего люди, у которых избыточный вес. А, вон он. При этом я хоть и поднабрал относительно небольшое количество веса за недавний период времени, за небольшой период времени, я все равно, ну, как бы у меня нет поводов кряхтеть от лишнего веса. И я подумал, что, конечно, это, скорее всего, является, в первую очередь, признаком старения. И все стареющие люди начинают кряхтеть. И я подумал, что если бы у мудрости был свой звук, то, конечно же, это было бы кряхтение. И я теперь до сих пор думаю, что человек, когда кряхтит, то он извергает из себя звуки почтенной мудрости, которая, конечно же, появляется с возрастом у каждого из нас. Значит, пиво «Брелок Джимбо» 169 рублей. Милкшейк. И, опять же, опять же, ну, сейчас про ценовую политику мы поговорим, но, опять же, вот этот вот крафт, если брать общую, как бы, вот картину цен, цены на крафт из супермаркета ниже, чем если мы придем в крафтовый магазин. Причем, даже если мы придем в магазин крафта у пива и встретим там вот этот вот Джимбо, то, скорее всего, цена на этот Джимбо будет там тоже выше. Ну, вот это то, за что я не люблю вот эти вот все охмеленные сорта брюлока. То есть, это именно вот такая вот тяжесть в запахе, бражность. Какая-то такая вот, ну, то есть, прямо это ощущение, что ты сейчас огребешь. То есть, вот ты вот сейчас от этого пива прямо вот тебе вылупит прямо по полной. Ну, мне не нравится это пиво. Оно, оно очень сладкое, то есть, здесь явно клубника и маракуйя, оно здесь есть, больше клубники, наверное, даже, но здесь именно вкус вот такого вот клубничного, клубничного варенья и по сладости оно тоже. Ну, прямо вот оно очень сладкое, это пиво, при том, что, ну, как бы, смотря на то, что милкшейк и по, то есть, ну, все равно, то есть, хочется вот как-то вот здесь четыре хмеля, а четыре хмеля вообще не чувствуется за вот этой вот клубничной сиропной сладостью. И, ну, при этом пиво все равно тяжело пьется, чувствуется, какое оно мощное дрожжевое, оно, но, 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 но все же, то есть, милкшейк IPA 169 рублей. Не хочу я рассуждать на тему того, что топ за свои или не топ за свои, а цен в плане дорого или недорого мы касаться, касаться не будем. Единственное, на тему чего, именно на тему цен, о чем бы я хотел порассуждать, это вот опять же вот на вот эту вот разницу между ценой в супермаркете и в магазинах крафтового пива. То есть, понятно, что оптовые цены на объем, они разные. И понятно, что если, например, там торговая сеть закупает, там, не знаю, 10 тысяч бутылок пива, то производитель продаст торговые сети намного дешевле это пиво, чем если, например, там какой-нибудь магазин попросит там 10 или 20 бутылок этого пива. Понятно, что как бы есть оптовая наценка, мелкооптовая там и так далее цена. Но из-за этого мы получаем очень большую разницу. То есть, вероятность того, что я возьму вот этот вот джимбы, я возьму в ассортимент нашего магазина, она крайне мала. Потому что с ценой в 170 рублей я никогда конкурировать не смогу. А человек, который, например, это пиво в ленте увидел по 170 рублей, придет ко мне, увидит его, там, не знаю, по 240. И скажет, Никита, ты барыга. Ты как бы вообще вот типа, я вот в ленте его по 170 буду пить, а нахрена мне у тебя его покупать по 140. А оно, например, ко мне, входная цена для меня, она будет около 170 рублей. И с этим ничего нельзя поделать. То есть, все. То есть, позиция мертвая. Потому что как раз-таки то же самое у нас происходит с классикой. Сначала люди говорят, Никита, мы хотим, чтобы у тебя был в магазине много классики. А потом приходят и говорят, а что это у тебя, Энгер, там, не знаю, по 280. Вот во вкусвилле он стоит, там, по 220, плюс я его там как любимый продукт еще поставил. Мне вообще дешево выходит, типа, ты барыга. И вот этот вот вопрос, он супер скользкий, он супер спорный. Я сначала как мог, собственно, как-то пытался от этого всего отмахнуться. Говорил, что у меня специализированный магазин, что мне можно купить все и сразу. Что там ездить, собирать одно дело по сетям акции, а другое дело прийти ко мне и сразу все купить. Те два разные вещи. А потом мы просто плюнули в какой-то момент определенный и перестали закупать себе в ассортимент те позиции, которые стоят по торговым сетям. Значит, следующее пиво, которое я хочу показать, значит, это пиво Panzer Brewery от пивоварни Panzer Brewery Sour Flow. Вот, пивоварня Panzer Brewery, мы с ними тоже сотрудничали. А пивоварня разливает пиво. У них есть услуга по контрактному разливу пива в банке. У них крутая баночная линия автоматизированная, очень такая прям залипательная штука. То есть у меня была возможность постоять, посмотреть, как фасуется наш пиво. И как бы Panzer это большая пивоварня. То есть они тоже, понятно, что они могут в крафт, а при этом могут еще и в объем. То есть они могут сделать много. И забегая вперед, я сразу скажу, что Panzer, как по мне, они чуть ли не одни из первых тоже прорвались, собственно, на полке супермаркетов. И многие их тогда за это хейтили. А я их тогда за это поддерживал, потому что, опять же, это была первая пивоварня, которая, по сути, понятно, что они там выпускали какой-нибудь там Hefeweizen этот свой, который банан, кракен. Но все равно, то есть это одна из первых пивоварен, благодаря которой можно зайти в ленту и купить кисляк. То есть куча разных сауров у них была. Плюс у них была достаточно приличная додыха, акварель, которая там была тоже куча хмелей. И это было, конечно, круто. То есть просто заходишь в магазин около дома и покупаешь себе додыха, и не надо никуда ехать. Поэтому в этом плане я их поддерживал. Нельзя сказать, что типа у Панзера прям какие-то там прям супер какие-то навороченные, удивительные сорта. Но, опять же, например, если сравнить Панзер с тем же самым каким-нибудь Глейчером, то, как по мне, Панзер просто на голову выше. И действительно там пиво от Панзера, оно вообще просто по сравнению, например, с рядом конкурентов. Супер топ, ну и опять же, то есть вот, пожалуйста. То есть мы вот сейчас взяли кислые Эльс Гуавы, Лемонграсс, Мамуракуйя, 4,2%, плотность 11,7%. Стоимостью в 149 рублей. Так, ну давайте попробуем. Ой. Прям что-то он прям какой-то очень кислый на удивление оказался. Не, с ним все хорошо, но что-то прям кислота прям такая достаточно заметная. И Лемонграсс на послевкусие таким травянистым таким вот этим вот тархуном таким остался. Не, это прикольно. Это прикольно. Если хочется что-то кислого, то почему бы нет? Не могу сказать, что прям какой-нибудь прям вау и прям что-то вот какой-то прям аж прям на разрыв. Но неплохо. Неплохо. И опять же, подкупает именно доступность. Кислогорький такой вкус. Причем такое ощущение, что горечь в основном именно такая вот прям именно от Лемонграсса идет. Не, неплохо, неплохо. Я просто корчусь, потому что реально это очень кислый напиток. И опять же, ну, сауров, вариантов сауров, их несколько. То есть можно там, по-моему, из черной смородины, по-моему, у них есть. Вот здесь, как бы, если с брелоком, там есть у меня какие-то вопросы именно ко вкусу пива. Панзер, опять же, панзер там во вкусвилле. Во вкусвилле можно купить рисовый самурай. То есть рисовый самурай вообще это просто газешка. То есть обычно чисто газешка. Их вообще вот, ну, вот по пальцу можно пересчитать. А тут мало того, что это просто типа там обычная газешка, ее еще можно вообще во вкусвилле около дома купить. Не могу, кстати, сказать, что рисовый самурай – это какое-то такое прям эталонное пиво. Но, опять же, в данном случае, по-моему, похвально. Значит, следующее пиво – это фибоначчи от Бакунина. Бакунин 209 рублей стоит фибоначчи. Это дабл-ип. Ну, вот, кстати, 209 рублей за 209 можно купить Бакунина. Можно и так купить, собственно, в каком-нибудь магазине. 210-240 как-то на моей памяти базовая линейка Бакунина стоит. Но, опять же, тоже, вот, пожалуйста, дабл-ипа в магазине удобно. По поводу пиварни Бакунина. С Бакунином у нас тоже как бы не вяжется, как и с брелоком. Но мы их в ассортимент наших магазинов берем не поэтому. Мы Бакунину себя частично забанили, потому что нам не нравится нестабильность этого пива. Потому что пиво от партии к партии отличается. Пиво не выдерживает сроки годности. То есть оно начинает портиться до того, как, собственно, пиво к этому сроку годности подойдет. Клиенты начинают возмущаться недовольные. Мягкие банки много раз приезжали. И вообще, собственно, вот у Бакунина, именно с точки зрения каких-то вот экспериментальных, каких-то революционных вещей, у них очень плохо с этим. И они как бы пытаются угнаться. Такое ощущение, что, знаете, уже когда вот, не знаю, там старик пытается снимать тиктоки, что вроде как что-то снял. Вроде как даже местами забавно. Но все равно, то есть уже все, уже ты не в тренде, и в тренде никогда не будешь. Видно, что Бакунин просто, ну вот, тупо не успевает. То есть понятно, что это были одни из первопроходцев. Понятно, что там это был легендарный, легендарный бар в Питере. И понятно, что как бы вот, да, то есть они были одни из первых, но все, то есть поезд поехал быстрее, а здесь уже бегун за этим поездом, он уже немножко состарился, сгордился, и уже начинает там шоркать ножками вместо... И кряхтеть, да. То есть хотя, не знаю, тут в данном случае, наверное, кряхтеть нет, потому что, ну, по-хорошему набраться мудрости и опыта, да, и чтобы перестало, собственно, пиво быть таким нестабильным, и скисать раньше срока годности, но нет. Но при этом, смотрите, как бы они выбрали другой путь. Да, кстати, по поводу, оно скисает, и оно не долеживает до сроков годности, и нестабильное. Это в основном про, как раз таки, про не базовую линейку Бакунин, базовая линейка Бакунин, то есть она какая-то? То есть это Рука Бога, это Фибоначчи, это Салтидок, и это как бы окей, то есть эти сорта, они нормальные, нельзя сказать, что с ними что-то не так, но при этом мы их не берем, потому что их берут торговые сети. Вот и все. То есть верхи не хотят, низы не могут. И Салтидок, по-моему, у нас в ассортименте сейчас стоит, и то не факт. По-моему, у нас вообще в магазинах Бакунин у нас не сыскать. Вот, но при этом, пожалуйста, вот сыскать в ленте или в ашане. Значит, Double IPA, алкоголь 8, IBU, стоят вопросительные знаки. Вот здесь, я не знаю, видно или не видно. То есть то ли это, типа, такая пасхалочка, где, так сказать, а черт его знает, то ли это, я не знаю, то ли это ошибка дизайнера, который вот, ну, типа, поставил вопросительные знаки, когда макет этикетки делал, типа, я не знаю, ребят, скажите, сколько здесь IBU. А ему так и не сказали, и вопросительные знаки так и остались. А, значит, плотность изначальной 18, 0,5 литра. 0,5 литра. Вот, а черт его знает, какой IBU. Ну, какое-то, какое-то IBU. Плюс, опять же, зная нестабильность наших крафтовых пивоваров, понятно, что все эти цифры, все эти цифры не имеют никакой связи с реальностью, потому что по факту могли бухнуть больше, могли бухнуть меньше. Да и вообще, алкоголь-то не везде, не всегда совпадает. Если можно было бы, не знаю, мне кажется, взять 10 каких-нибудь сортов крафтового пива, от 10 даже самых популярных пивоварен, и каким-нибудь там специальным алкометром померить, собственно, содержимое алкоголя точно, то вряд ли там, мне кажется, там в 8 случаях из 10 эта цифра не совпадет с тем, что написано на этикетке. Причин уйма, на самом деле. Ни в коем случае никого не обвиняю, потому что я понимаю, насколько скользкие это все продукты, какие скользкие здесь происходят процессы, но это скорее вопрос для справки, что не всегда информационные этикетки в данном случае соответствуют действительности. Очень хороший, очень приятный запах у этого пива, и ждешь прям такой насыщенный сухой вкус, но здесь очень много мыла и очень много тоже сладости. То есть он не сладко, конечно, не приторный, но, значит, именно вот эта вот солодовая, как будто вот невыбруженная какая-то вот эта сладость, которая сменяется горько-мыльным послевкусием. И, честно говоря, вот удовольствия от этого мало, хотя в последнее время очень хорошо отношусь к их миллионным сортам. Что-то как-то я начинаю грустить, дорогие мои друзья. Значит, следующее пиво, которое я вам хочу показать, это пиво суперлегендарное, и в свое время она делала кучу шума, потому что, ну, как бы, потому что это имперский ипо. И потому что, когда он появился давным-давно, это было суперкрепко, это было супергорько, это было вообще ни на что не похоже. И, конечно же, оно в свое время совершило фурор, стало культовым, не только из-за вкуса, еще из-за вот этой вот этикетки весьма удачной. В Питере даже появился крафтовый бар и драма. Кстати, очень неплохой, я в него довольно часто ходил до того, как у меня появилась своя оберварня. Но при этом это не отменяет того, что пиво все еще осталось легендарным, оно какое-то время исчезало, потом снова появилось, а потом я вообще его обнаружил вот в ленте. Оно стоит, не помню изначальные параметры, какие были уродрама, но сейчас алкоголь 8,8, экстрактивность 20. Упаковано в бутылочку 0,33, по-моему, он и был в бутылке 0,33, по-моему, мы его в 0,5 не фасовали, я не помню, правда. Хотя я делал обзор, и в обзоре я плевался, кричал и говорил, за что? Чтобы что? Почему и зачем вы такое сделали? Это было, не соврать, год какой-нибудь, наверное, 2015. Наверное, могу ошибаться, но тогда да, тогда, собственно, крафта было мало, сравнивать особо было не с чем, и только-только пошли какие-то там и пашки, опашки, не знаю, там, ковбой Мальбора, не знаю, больше, наверное, эффект тогда, ну, собственно, наверное, очень сильно парадрама тогда в свое время потопталась атомная прачечная. И не могу сейчас, я могу сейчас перепутать времена и даты, я тоже уже старенький, но мне кажется, что прачка, когда появилась, она очень сильно на себя перетянула внимание, именно как по вот такому крепкому, горькому, насыщенному, охмеленному пиву, но, опять же, ну, посмотрите, то есть какая, какая насыщенная карамельная жижа, фу, ну, пахнет на самом деле, да, я вот сейчас начинаю вспоминать этот аромат, в принципе, оно примерно так и было. Еще, кстати, Red Machine тоже напоминает, там тоже было такое же примерно горькое, горькое и крепкое. Да, похоже, но уже, когда его пьешь, после того, как появились уже куча разных других крепких, насыщенных, охмеленных сортов, и двойных, тройных, и прочих различных извращений, уже это пиво воспринимается не так, конечно, уже рецепторы давным-давно убиты, оно не кажется таким уж сильно горьким, но при этом его довольно тяжело пить, то есть его хочется проскатывать, хочется его как-то вот так маленькими глоточками в себя отправлять, но пока, пока, вот из всего того, что я сегодня выпил, а это пиво, наверное, не хочется пить сильнее всего, потому что первые, потому что брелок и бакунин, это мыльно-невкусно, а панзер для меня слишком кисло, вот, поэтому, опять же, после каждого обзора, если пива много, а я не очень сильно хочу бухать, или, а в принципе, как бы, но как бы середина недели сегодня нафиг это делалось, то есть я выбираю, что я буду пить дальше, вот пока, собственно, Родрам, пока, пока, пока в лидерах, то есть пока вот это пивко я бы, наверное, выпил, значит, сколько оно стоило, сколько оно стоило, он, не очень, не очень дорогой, 159 рублей, но при крепости в 8,8, при этом пивоварня АЭФ, как по мне, вот, пока дальше всех стоит, именно вот, вот этой вот, вот этого вот признака, типа, пивоварня скатилась и стала массовая, АЭФ, как по мне, пока еще вот, вот прям, прям в стороночке, потому что, хотя тоже, например, от АЭФ, вот эта вот, Мичелада, которая Сангрефреска называется, то есть, это томатка со сладким чили, ее тоже можно найти у нас в ленте, то есть, это офигенно, замечательно, ее периодически, ее никто не берет, ее периодически там сценивают, я ее по акции покупаю, там по сотке, и абсолютно счастлив, хотя при этом, от АЭФ у нас в магазинах линейка всегда достаточно заметная, значит, последний пиво, который я хочу показать, кто бы мог подумать, на самом деле, значит, это русский имперский стаут, купленный в ленте, от пивоварни Коникс, значит, Коникс, это еще одна пивоварня, которую мы, к черту и матери, у себя в магазинах забанили, в первую очередь, как раз таки, из-за того, что это пиво супер попсовое, его выпускают очень много, и оно стоит вообще везде, то есть, опять же, конкурировать по ценам с торговыми сетями невозможно, в магните стоит Коникс, кстати, еще можно Нью Ригас, можно то же самое туда же отправить, я сегодня не взял в обзор, но, в принципе, Нью Ригас тоже примерно про это же, вот, и от Коникса, то есть, очень-очень многие торговые представители, дистрибьюторов или там сами, очень настойчиво предлагают взять, то есть, это как раз одна из тех пивоварен, которые вот там, пожалуйста, раз пожалуйста, скидки, образцы, какой-нибудь там, не знаю, бонус за приоритетное размещение на полке, и так далее, и тому подобное, ну, просто нет, то есть, мы пробовали поторговать этим пивом, предлагали нам, соответственно, какие-то лимитированные вещи, которые никогда в торговых сетях не появятся, мы от этого полностью отказались, потому что, потому что пиво просто, но вот оно такое достаточно посредственное, то есть, все-таки крафт, это в первую очередь про эмоции, крафтовое пиво, это когда ты пьешь, и что-то вот, ну, вот типа, что-то тебе интересно, что-то какие-то вот необычные, какие-то грани вкуса, необычные сочетания, или просто, например, это пиво, которое хочется потом с кем-то обсудить, или даже в конце концов побомбить, то есть, вот, не знаю, ну, вот, не знаю, выпил я вот, ну, вот там тот же вот, родрам, вот я его выпил, там, не знаю, правда, давно уже, сейчас уже, сейчас бы на родрам бомбить в 22-м году, выпил я его там, вот, когда вот он появился, и вот мне вкус не понравился, и, но при этом эмоции у меня возникли, все равно я такой, типа, ух, и давай, распространяться в интернетах, коникс, то же самое, что нью-ригас, кстати, то же самое, что глечер, так даже сходу, наверное, больше никого не вспомню, но вот трое вот этих вот ребят, это, казалось бы, тоже про крафтовое пиво, про необычные сорта, но они не вызывают вообще никаких эмоций, то есть, что, например, там глечеровский, какой-нибудь там, не знаю, Милков Амнезия, которая вообще уже везде стоит, я даже, я уезжал из Нижнего Новгорода, и на вокзале я выпил в прям вот такой вот прям привокзально обычная кафешка, там, не знаю, сосиски в тесте, а чебуреки разогревают в микроволновке, кофе три в одном в стаканчике, и там мне предложили Милков Амнезия, то есть, пожалуйста, то есть там наравне с Жигули Барны стояло это пиво, а то же самое коникса многочисленный, то есть там вот эти томатки, которые там Мэри острые и не острые, а то же самое Нью-Ригас со своим вот этим, вот Run Forest, они нормальные, то есть как бы качество у них нормальное, они никакие с точки зрения, они абсолютно безэмоциональные, и ты пьешь такой тип, ну да, ну пиво, ну вот и все, вот, поэтому, ну черт его знает на самом деле, он такая большая интересная пробка, сейчас мне придется помучиться, похоже, надеюсь себе, русский имперский стаут, упакованный в фанфурик, из-под шампанского, да, кстати, я не знаю, в курсе вы или не в курсе, но Коникс недавно приобрела компания Hopi Union, которая входит в Carlsberg Group, вот тоже, как бы, то есть, частью Carlsberg Group является, чтобы вы знали, Горьковская пивоварня, и теперь вот еще Коникс, по сути, тоже является частью Carlsberg Group, вот, ну это, это просто вот для справки, чтобы вы, чтобы вы понимали, насколько, как бы, насколько масштабно ребята, по сути работают. Значит, это имперец, имперцев, имперцев, то, как бы, имперцы, это достаточно специфическая вещь, встретить имперца в ленте, это вообще, как, не знаю, снежного человека на Красной площади, объем 0,375, алкоголь 12, плато 32, выдержанный в бочке из-под виски, ну, давайте попробуем, импер, ой, имперцы, конечно, это не мое, в очередной раз убеждаюсь, насколько вот эти вот стаканы, вот эти вот, вот эти тюльпаны, насколько они не предназначены для дегустации некоторых сортов, потому что вот именно вот вот эти все вот спирты, вот эти вот все запахи, они вот скапливаются вот здесь в верхней части, и вот, ну вот, прям очень концентрированные, если, ну, неаккуратно, то есть не поднести просто нос, а вот прям так вдохнуть, так хорошо, как, не знаю, там, какой-то аквамарис при насморке, то, ну, можно прям вот конкретно огрести, вот как я сейчас, но очень-очень много спирта в аромате, пробивается виски, пробивается вот, пробивается кофе, но в основном просто меня прямо вот душит спирт, не знаю, как из дедовой самогонки какой-нибудь вроде. ой, ну фиг знает, ну фиг знает, по вкусу, знаете, как, как вишни в шоколаде, то есть, достаточно заметная кислинка здесь есть, очень много спирта, шоколадное послевкусие, и плюс, несмотря, опять же, на то, что спирта много, это пиво, оно довольно жидкое, то есть, от имперца, вот ожидаешь какой-то такой вот там тяжести, тягучести, какого-то вот такого, даже, а пусть он будет, хрен с ним, пусть он будет приторный, этот имперец сладкий, как, я не знаю, лоботомия, но все равно вот ждешь, как вот, что он вот прям так тяжело так потечет, а здесь вот топ и все, и проглотил, ну, опять же, то есть, имперские стауты, это скорее про разнообразие вкуса, то есть, вы делаете глоток, вот, ну, как бы вот сидите вот так богемно, вы в руках греете, то есть, не знаю, как про какие-то там, провискали, про коньяк, про какие-нибудь выдержанные, то есть, это не то пиво, которое хочется хлопнуть, там, не знаю, рыбой заесть, то есть, это вот именно вот про раскатывание, вот, какие-то пробы, вот, опять же, посидеть, подождать, пока это все там, что-то где-то раскроется, что-то какие-то там нотки появятся, ой, там вот шоколад вылез, ой, там кофе вылезло, там, не знаю, сухофрукт какой-нибудь, чернослив, здесь нету, здесь вот именно вот хочется вот сейчас чем-то это прям зажрать, вот это вот пиво, а при этом пиво нифига не дешевое, ну, в принципе, логично, что, а, нет, пиво дешевое, это имперский стау, дорогие друзья, в большой бутылке стоимостью 200 рублей, то есть, это, по сути, стоит дешевле, чем, дешевле, чем, не знаю, 70% крафта в магазине крафтового пива, при том, что хорошего имперца, там, дешевле, там, 320-350 рублей, вам хрен, кто, в общем-то, и продаст, вот, но, даже нет, даже вот сегодня, даже я зарекся говорить вот эту фразу за свои топ, но даже за свои это пиво не топ, и я не знаю вообще, если есть любители вот этого, вот напишите мне, конечно, но мне почему-то кажется, что за вот этого вот пацана никто не вступится, что он сам сейчас падет с жертвой моего сегодняшнего обзора. Вот, вот такое сегодня получилось видео, и, слушайте, ну, с одной стороны, с одной стороны, я рад, что все эти ребята, они прорвались в сети, и, по сути, ну, как бы это, это ли не крафтовая революция, когда все эти, все эти пивоварни, которые, казалось бы, недавно еще вот были, вот где-то вот нам вот, по биргиковским каким-то маленьким барчикам, они стоят на полках крупных торговых сетей, а с другой стороны, все, что я сегодня попил, это не очень вкусно, дорогие друзья, довольно посредственно, но, ну, не знаю, черт знает, какой сегодня сделать вывод, попью я радарам, вспомню я молодость, ну, и, наверное, больше ничего, сегодня, ну, может, вот панзеровский, вот этот саур хлопну, но, ну, и на сегодня, на сегодня, пожалуй, все, а единственное, что, наверное, я еще хочу показать, если уж рекламные интеграции сегодня уже были, правда, но еще одну рекламную интеграцию я хочу сделать, значит, вот такое пиво, а под названием какое-нибудь светлое, мы перед Новым годом сделали с ребятами, с моей любимой пиварни Триггер московской, а это обычный мюнхенский хелес, который, ну, вот, когда хочется какого-нибудь светлого, вот мы захотели сделать пиво, которое полностью этим требованиям отвечает, это хелес практически без горечи, достаточно легкий, приятно употребимый, алкоголь 5, ребята его даже неплохо отфильтровали, и, то есть, как бы, если хочется светлого, то можно вот, пожалуйста, купить его у нас в магазинах, плюс это единственный, сорт, который, скорее всего, пойдет более-менее в массы, то есть, вы сможете его купить там в других магазинах, даже в барах, вот, вам на сегодня все, дорогие друзья, спасибо вам огромное за внимание, пейте вкусное пиво, смотрите видеоблог Бервария, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании, че ж все оно какое невкусное-то, а? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!